Депутат Государственной Думы от партии Справедливая Россия Николай Новичков ну якобы проговорился, выдал тайну о том, что Казахстан поставляет комплектующие, ну я так понимаю, что имеется ввиду всякие микросхемы для производства там всяких крылатых ракет, там ракет таких, кинжал, которые напрямую сейчас летят туда в Украину, друзья мои, по жилым домам, по электростанциям и по инфраструктуре, да, друзья, то есть вот этот депутат, он прямо открыто, конкретно в прямом эфире об этом заявляет. Приветствую вас, друзья, с вами Сула, вы на канале Казахстан Сегодня, и сегодня мы об этом как раз-таки поговорим, я покажу вам этот маленький небольшой видеоматериал, где вы сможете увидеть и услышать, что же говорит депутат от Справедливой России. Друзья, прежде чем мы начнем, если вдруг захотите помочь нашему проекту, сейчас на вашем экране номера карт и Каспи-банка, и Жусан-банка, также номера будут в описании под этим видео, будем рады любой вашей помощи, заранее вас благодарю. Ну, а мы начинаем. Если вы помните, друзья, совсем недавно у нас был материал о парне, который работал в одном из филиалов, я так понимаю, да, вот российской компании, российской компании «Лидер дороги», они возили сюда вот эти вот автомобили немецкие, да, получается, да, вот эти вот, которые фуры гоняют, здесь они их растамаживали, как-то переоформляли и отправляли обратно в Российскую Федерацию в обход санкций это все делалось. Этот парень написал заявление в прокуратуру, вот здесь вот будет ссылка на этот выпуск, посмотрите, пожалуйста. Он написал в прокуратуру заяву, сказал то, что я не хочу быть пособником агрессии Российской Федерации против украинского народа, прошу принять меры. Он также говорил, что угрожает ему этот «Лидер дороги», угрожает его жизни, его хотят убить. Здесь ситуация примерно, наверное, такая же. Но давайте, прежде чем о ней, так скажем, рассуждать, посмотрим сначала этот небольшой видеоматериал. Это участие предприятий из Казахстана, Киргизии, из других стран Евразийского экономического союза, про Белоруссию я уже отдельно не говорю, в схемах, которые позволяют поставлять нам комплектующие, необходимые, в том числе для производства, готовые продукции, используемые в рамках специальной военной операции. Я, к сожалению, не могу прямо все в эфире об этом говорить, но то, что предприятия и стран Евразийского экономического союза участвуют в производстве, это абсолютно точно вам ответственно, это заявляю. То, что мы не кричим об этом на каждом углу, так и правильно делаем. Не надо это кричать. Вот немножко странно, да, вот то, что мы не кричим об этом на каждом углу, так и правильно делаем, а он же конкретно об этом и заявляет. И вот это вот, конечно же, вызывает большие вопросы. Ну, давайте посмотрим, какие сценарии здесь могут быть реальными, да. Реально, может быть, Казахстан действительно в обход санкций начинает заниматься поставкой вот этих комплектующих микросхем Российской Федерации для их военного производства. И тогда мы, казахи, Казахстан рискует также оказаться под этими санкциями. И это, конечно же, перспектива ужасная. Это сценарий номер один. Сценарий номер два. Да, такое все происходит, но все происходит, так скажем, с молчаливого согласия коллективного Запада во главе с США. С молчаливого, либо несмолчаливого согласия. То есть я не хочу здесь философствовать, кому выгодна эта война, вот в этом случае, если это правда. Не буду философствовать. Третий случай это, что такого вообще, в принципе, не происходит. Вот именно в таком масштабе, которым говорит вот этот господин Николай Новичков. Я понимаю, конечно же, да, вот эти микросхемы, всякие комплектующие для всяких там этих крылатых ракет, для дронов, для беспилотников, это все, конечно, может там через какой-то, в чем-то завернуто, со всяким грузом, перевозиться в Российскую Федерацию с разрешенным типа грузом или с товаром каким-то, поездами, чем угодно. Но также мне кажется все-таки, что коллективный Запад, опять же, во главе с Соединенными Штатами Америки, они же все должны, они же контролируют все, мне так кажется. У них здесь есть своя сеть информаторов, которые все секут. Они прекрасно понимают, кто чем занимается. У них есть ЦРУ. У них есть однозначно здесь своя агентурная сеть, 100%. И они все пробивают наверняка. Потому что меня смущает тот факт, что этот человек об этом говорит во всеуслышание. Ведь он хочет, чтобы так и продолжалось. Ведь он хочет ситуацию даже улучшить. Тогда зачем об этом кричать во всеуслышание? Ведь если коллективный Запад, если США не хотят, чтобы это продолжалось, они могут наложить санкции и на нас. И тогда эта лавочка прикроется. Тогда с какой целью он это говорит? Может быть просто для того, чтобы нам навредить? Конечно, от одних его слов никакого вреда не придет. Но если это будет много, с разных всяких источников. И в принципе гемора может принести это все нам. Для чего он это говорит? Чтобы нас рассорить с Западом. Чтобы у нас тоже были санкции. Какой смысл? Мне, конечно же, немножко... Это просто, знаете, мое личное такое мнение. Просто так, вы знаете, как это поднасрать. Вот. Поднасрать. Чтобы вам... А, вы что там, хорошо живете? А ну-ка ловите. Вот с такой целью, может быть. Либо просто, чтобы о нем кто-то заговорил. О нем что-то это самое. Знаете, вы понимаете, да, что я имею в виду? Засветиться где-то. Может быть с этой целью. Давайте поговорим и пообсуждаем об этом всем. В комментариях под этим видео. Напишите свое мнение. Только прошу вас без оскорблений. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Казахстан сегодня. Всем пока. Салам алейкум. Арифедарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok